Три бобручанки отмечены высокой наградой Орденом Матери. За рождение и воспитание пяти и более детей награду достойны работницы различных сфер деятельности. Домохозяйки Анастасия Вербицкая и Ольга Масальская, а также летейщик пластмасс-заолик промразвития Олеся Корзун. Сегодня в честь празднования Дня народного единства на площадке у Дворца искусств развернется масштабная концертная программа. Бобручан ждет выступления лучших коллективов города, шоу от рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, дискотека от Zephyr FM, мастер-класс от футбольного клуба Белшина, праздничный салют и многое другое. Начало в 17.30, вход свободный. Единый день информирования проходит в Бобруйске. Главная тема мы вместе навсегда к 85-летию воссоединения Западной Белоруссии и БССР. Среди рассматриваемых вопросов – профилактика негативных последствий употребления алкоголя, противоправного поведения несовершеннолетних, оперативная обстановка в области. 22 сентября в микрорайоне Киселевичи на улице пройдет легкоатлетический кросс, посвященный международной экологической акции «День без автомобиля». Мужчинам в возрасте от 18 до 59 предлагается преодолеть дистанцию в 4 круга 5,8 километров, женщинам и мужчинам 60 плюс 2. Организаторы пробега – Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охрана окружающей среды, сообщества, эко-бобры, волонтеры и любители бега. Время старта – 11.00. С 21 сентября по субботам и воскресеньям в Бобруйске будет проходить ярмарка «Золотая осень». Разместится она на открытой площадке по улице Максима Горького, проезжая часть вдоль 41-го дома. В широком ассортименте сельскохозяйственная продукция, мясная, рыбная, товары, пчеловодство плюс богатый выбор саженцев, плодовых деревьев и кустарников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова